Оказывается, как я отношусь к другим, так же я буду относиться к себе. Это закон. Я был очень удивлен. Если я привык осуждать других людей, я буду осуждать себя. Потому что мы едины. Программа автоматически работает. Это так же, как я видел, как жена в поезде описывала в книжке. Она ненавидела первого мужа, убивала его на тонком плане обидами и осуждением. А сейчас она убивает второго мужа, не подозревая об этом. А программа работает автоматически. Тот муж, этот муж, убиваем второго. И тот болеет и умирает, не понимая, в чем дело. По большому счету, когда смотришь на тонком плане, то гигантское количество болезней, чуть ли не все, это результат того, что мы убиваем друг друга. Жена убивает мужа добросовестно, муж – жену. Они оба своих детей. А потом мы удивляемся, почему браки распадаются. Мы не умеем конфликтовать. Мы не умеем прощать друг друга. Мы любить разучились. Мы живем инстинктами. А инстинкт требует одного – отомсти, око за око. Ты мне, я тебе на внешнем уровне. Это прекрасный закон. Око за око на внешнем уровне – это справедливость. Но на уровне чувств это недопустимо. На уровне чувства должна быть любовь и прощение. Потому что, если на уровне чувств ты привык легать в ответ, то это взаимное убийство. Уровень тела и уровень души – это совершенно различные уровни. Законы для тела и законы для души совершенно разные. Так вот, для тела законы в основном освещает иудаизм. А христианство говорит о законах души. Уровень. Уровень.